ну я говорю я после всех этих яков это для меня особенный вот эту вот херню надо срезать ребят всем привет меня зовут ваня вы на канале ваня за штурвалом вот у нас евгений приехал из москвы евгений да евгений приехал из москвы хочет покупать як-12 самолет вот приехал сейчас мы его будем показывать что это за машина такая да виталий это евгений будет самолет такой же покупать и если чё там будет спрашивать раскачиваю чё будем садиться так вот и стекла на будет видишь мода он такая 3 это как название тренинга вот его как-то нужно перекрывать если его не перекрыть то все топливо будет с баков сливаться вот в дополнительные это вот у нас постоянные моменты у него у него стоит прозрачная трубка там ну короче тут надо смотреть уже по это и на нем видно клапанок не держит перекачиваем вот у нас тряпочка стоит а там алюминиевый сделан алюминиевую всю эту штуку но он сделан под выпуск а и тут еще здесь родные у него там с мея восьмого стоят сидушки потому что у родных когда тут вот это сейчас переделанное сиденье да а у родного здесь волос этот конский и вот здесь перфорированная тряпка и короче там же подведены вывода не делали под тепло а вообще вот тут подведены вывода и ты тебе воздух под задницу дует ну я понял выбасту да 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 стереть так ну смотри евгений вот тут все наше дело основное получается тумблеры основные включаем на 1 аккумулятор и да у кого генератор зажигания прибора из паука вы это все запускаем после этого делаем после этого у нас это температура масла эта температура двигателя ну же жалюзи и масло радиатор закрывается это шприц это у нас этот обороты двигателя то есть контролируем оборотами вот этот вот прибор ручка газа у нас у тебя должно быть точно также все нет тут у него второго управления пока нету на раза я понял так тут у нас воздух открываем открываем после этого мы берем ставим стояночный тормоз шприцуем раза 1 5 на него нормально будет не перекачаешь все говорят 3 но на 5 он лучше заводится хотя может быть по-другому так ну и все после этого кнопка запуска у нас и магнета на 1 плюс 2 запускается от винта ну тут есть такой момент евгений вот мы взлетим с тобой и это будем летать когда ты будешь держаться за ручку правой рукой и левой за газ вот такой момент вот держишься когда да и вот ты за нее держишься и у как бы газ немножко убавляешься это вот именно почему-то на этом самолете всегда так вот чуть придерживаешь а на самом деле ручка уходит так тебе чтобы ты это контролировал посадочная где-то 120 плюс-минус 120-130 я вот так держу на посадке я думал на 80 80 много очень и мало точнее он сыпется да очень сильно где-то меньше 90 он уже будет сыпаться но подъем соответственно он в задержке все как обычно да 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 на него даже можешь не смотреть летай будем летать визуально поэтому а приборы поменьше смотри вот смотри тут у нас топливные эти указатели топлива показывают они часто врут может и на твоем самолете могут врать ведь и не врут я их проверял много раз на всех самолетах вот с этой вот системой эта херня врет у меня инструктор тоже налетал до хера числом у него вот эта вот вещь попался три раза что ли за всю свою жизнь вот летал показывает вот где-то типа 20 есть еще или 30 есть да а на самом деле там нету топлива в общем часто врут эти вещи поэтому за топливом лучше чуть больше всегда доливать и думать об этом но здесь так же 170 литров всего влазит да 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 то есть баки не увеличены ничего никак ну только вот до бак у нас на дом стоит да 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 в принципе можем сейчас чуть еще прогазовать его опробовать двигать и выруливать ручку когда уже у тебя на колодках стоит уже держишь на себя потому что не капотировал а тут сделано смотри как здесь затянутый здесь а там стойка посередине и вот так два стекла наоборот тут одним а там вот двумя наверное двумя получше намного потому что если одно портится его легче поменять так это же обычное оргстекло ну обычное оргстекло но чтобы того поменять клепальщики ну вот эта вся херня просто время и все и все время держишь на себе в общем взлет у нас такой даем ручку от себя и удерживаем его ножками и потихонечку и потихонечку придерживаем на себя вот такая вещь сразу же прибираю обороты и все в наборе можно отверстие набираю высоту 200 м вот тут у нас двигатель М14П он немножко мощнее чем был не помню какой Это тут 360-к был, да? Да, 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 вот как бы посильнее рвёт, побыстрее взлетает. Ну так он вообще ровный. Ну, ещё такой момент, сегодня у нас идеальное условие. Если будет хоть немножечко порывистый ветер, то его тут начинает колбасить. Если там кого-то катать, то нужно прямо вот жёстко держаться за управление, чтобы вот его не колбасило. И ещё такой очень нюанс большой. Когда сильный ветер, ты закладываешь крем, там где-то, ну, больше 60, нужно быть очень аккуратным. Потому что его потоком ветра может вот так вот. Ну, у него же типа максималка 45, можно заложить и всё. Ну, вот я к тебе к тому, что это, больше 60, нужно быть аккуратным. Так он может закладывать и больше, и по 90 можно фигачить. Но только в идеальных условиях. А так вот, когда в летом где-то, когда ещё термики какие-то поднимаются, мы тут прям тяжело на нём летать. Ну, до 300 метров термики всегда так шарашен, да? Да, да. Но над водой-то термички нет. Блин, тоже есть. Да? Ну, там ветер, блин, всякие разные. Его вообще, он подвержен этому очень сильно. Вон туда давай. Ну, вообще, обзорность изумительная. Да, это вообще, да, крутой самолет. Вот, блин, он. Сзади пассажиров хорошо катать. Да, но на том окна нужно делать, потому что окон там нет. Ага. Но на данный... Да, он закрытый. Забитый перголём. Смотри, когда на посадку заходишь, тут всегда нужно думать о ветре. Если у тебя там ветер типа больше 6 метров, ещё и боковой, это все запредельные ветра. Ну, и вот вдруг у тебя получилось, что тебе нужно лететь в такой ветер. Самое главное, не выпускать закрылки. Вот для этого. Если закрылки выпустишь, то на посадке ты вроде уже сел, всё нормально. Но у тебя одно крыло начнёт подниматься какое-то, смотря откуда ветер дует. Ну, и черканёшь или перевернёшься. Вот такие моменты есть. Это при ветре. Это при ветре, да. Моколом сильном. На посадочке держим 110. Нам сейчас не нужно много. И заходим плавненько. На посадку, когда заходишь, держишь его вот именно вот так, да. Всё время рука нагазоватная. И вот тут уже. Вот так берёшь где-то. И подтягиваешь. Оп-ля, подпрыгнули. Ага. Нормально. Но газ ты пока не скидываешь, да? Ну, газ у меня полностью убран. Видишь, он? Ага. И вот, вырулил. Чуть прогреем. Тот мне на силуэт двигатель. А посадки на глиссаде чуть подостыл. Взлетать нужно плюс-минус 150. И сейчас попробуем взлететь за крылками. Сейчас будешь взлетать сам, хорошо? Ну, что, давай? Погнали. Погнали. Газ отпускаешь. Ручка от себя. Полностью от себя. Полностью от себя. И держи. Держи. Пошёл влево. Давай. Тут главное... Погнали. Огромное. А где вы находите? Погнали. Восьмого коридора. Я удержу его от себя. Ага. Хорошо. Мы полку не делаем? Полку не делаем? Да? Полку не делаем? Ну вообще лучше ее делать. Погнали. Ты просто ездишь. И все. Заходи. Чуть правый крем. Чуть левый. Левый крем нужно на опережение. Левый. И сейчас готовься, будешь прибирать. Выбирать на себя. Полностью на себя выбирать. Давай помогу? Вот я тебе о чем и говорил, почувствовал, нас в один момент чуть право понесло, это вот о том, что я тебе говорю, и вот тут ножками удерживай. И вот когда тебя право несет, лучше чуть газа добавить, чтобы ему чуть смело вперед ему сделать. Давай право, рули. Ну-ка, первое ощущение. Вообще классно. Я думаю, часов 20 я на него полечу. Ну, даже раньше, даже раньше. Прям бомбина. Такой легенький, такой мягенький, такой фейс на кайфе. Так, это закрывание. Это воздух, да, закрываем. Так, сейчас будем выходить. Закрылся, жалюзи этот закрыл, ты сейчас эти малые. Да, да, жалюзи закрыл. А ты их сразу закрываешь или даешь немножко остыть? Зимой сразу закрывай. Он потому что у нас серова. Да, он просто это, мы пока снижаемся, у нас уже он наскрывает. У нас уже сотни. Да, мы из-за этого вон там потом стоим чуть прогреваемся, чтобы снова светить. Вот. Блин, вообще крутешное тело. Сто процентов беру его. Понравится точно. Понравится точно. Я говорю. Я тебе кричу. Прям путевый. Эти вот, ну, на Cessna ты такой, знаешь, как это, как самолет, а то, знаешь, как будто, ну, как чуть-чуть игрушка. Да, да. И он такой тут мягкий, такой, ты раз, и он еле-еле валится. Ну, там думать вообще не надо. Тут-то интересно будет на посадке. Ну, тут и на посадке интересно, и он хорошо держит там, раз, и летит. Хотя, Cessna тоже летучая, очень летучая, 182-я летучая. Но это, это ты вот, вот мы сейчас, да, ну, как бы мы с тобой нифига не худые. И мы, ну, да, плечами, ну, не дочь рэм, конечно, ну, как в камрюхе мы сидим. Да? То есть такой вариант прям. Это мы еще в кург. Ну, да, я имею в виду зима, там все дела, пироги. Плюс у него грузоподъемность человечачая 600. На круг, да, со всеми делами, пирогами. Ну, то есть пол лося можно увезти. А одного не целого. В общем, да, вот так вот здесь. Так, ну, блин, крутяк. Единственное, вот мой тебе совет, если ты не хочешь научиться вот на своих ошибках, вот когда будет сильный ветер, ты, это, лети с инструктором. Бум! Масло-бак удобно где-то даже снять и подлезть в тот же ресивер, подлезть и снять. Да нет, здесь все снимается, капот сдергивается. Я его ставил, ставил сам капот. Ну, тут такой он сделан, он прям хорошо выклепан, да? А там такой немножко помятый, немножко снять. Вот еще момент такой. Если ты там где-нибудь найдешь капот, то... А что, его сделать можно? А? Ну, я тебе так, на всякий случай, если где-нибудь найдешь капот, то... Или купи сам, или скажи мне, я куплю его. Хорошо? Потому что капота, это... Такая вещь их сейчас вот вообще никакая. Его сделать можно, но это... В Русале взял алюминий, взял, ну, ты вымерил, тебе что? Вымерил, наверное, деревянный стол поставь себе и сделай. Ты вот деталь вымерил, да? Здорово. Ты запуск взял на внутрь? Сколько это запуск? Ну, где-то, ну, сантиметр, да, припуск. Все, вот ты вымеряй их, не... Ну, то есть... Ну, ты молодец, Евгений. Сказать, сказать... Сказать до хера, да. Сделать-то, конечно, чуть другое, я согласен. Это как всегда. Не-не-не, я к тому, что... Ну, да, не-не, без всего. Да, тут так, что это... Все такое. Ну, и это, в зиму он легче. Но там, в Москве, там не такая проблема большая. В зиму он намного проще его обслуживать, чем вот все Т-шки, 52 и все это дело. Ёбка, с баком побольше. Ну-ну. На Ашке, получается, этот, ну, сколько там, 35-40 литров получается. У тебя А, да? Нет, М-ка. Какой этот? Да, это М-ка точно такая же М-ка. Просто то, что его, ну, вот это, ребята в Стародубе, они его, ну, доводили до ума. И, вообще, мне очень понравилось. Все равно его оттуда никто не купит, поэтому я успею его купить. А у меня 28 декабря день рождения. Надеюсь, что день рождения все понравились. Ну вот, а у меня 26 декабря. Ну вот, а у меня 26 декабря. Видишь, что это? Четко. Вот, идем, я тебе покажу. Вон, видишь, историю. Да, да, я видел видео. Ну, так оставил и все, да? Да, блин, нормально. Сначала хотел сделать, а потом так это, думаю, ну, чуть попозже. Ну, блин, это расклепать надо полностью. Да, да. Это, вот эту, вот эту вот херню надо срезать. Вот он мне рассказывал, клепальщик, ее нужно срезать и по новой заклепать. У нас это, как его, чуть времени не было это сделать. И вот такое дело. Так что внимательно. Это вот то, что я тебе говорил. Я, блин, это, налетал до хрена часов. Я уже как бы это, ну, ощущаю себя нормальным чуваком, понимающим. И это, и тут такая ошибка у меня спустя там большое время. Лечу, сажусь, вот сажусь его, начинает дуть. А почему тормозок не было? Нет, ветер. А, просто ветер. Он сел уже, сел. Он бы и на стоянке его вот так вот подняло. И ветер был 8 метров. Всего 8 метров был. Ну, не вот такой боковой, а где-то вот так вот. Ну, вот если по полосе, ну, плюс-минус вот так вот. Не под 90, а под 45. И как дунуло. В чем и прикол. Если, этот, порыв идет, ты сел, и тут порыв тебе. И он автоматически начинает подниматься. Так страшно становится. Я думал, я перевернусь вот так вот. Ну, мы вот так вот прохерачили по полосе. Проскользили. Это жестко было. Ага. Так что вот так вот. Бум. Ну, я говорю, я после всех этих яков, этот для меня особенный. Нормально-то? Нормально. Тут тоже нормально. Помедленней. Зашел. 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 Зашел.